Значит доброе утро. Вот я пришел, молоток остыл, всю ночь валялся и все равно, значит получается, что молоток закрылся. Но я не буду говорить, что перегрев здесь не виноват, потому что я считаю, что все-таки из-за перегрева. Вот все. Газ, как говорится, полный. Ну вот, чуть-чуть еще. Ну вот, ну хорошо, допустим, я сильно прижал, хотя это не может быть этого. Ну вот, чуть ослабил. Все, я отпускаю. Как только перестает стучать, отпущу кнопку, опять нажму. Несколько ударов, все, не хочет. Отпускаю кнопку, опять нажимаю. Несколько ударов, все, не хочет. Отпускаю кнопку. Ну вот, все. Таким ударом работать невозможно, значит шефу сказал, наверное, ну не наверное, так оно и есть, будем везти куда-то в ремонт. Еще один маленький нюансик. Шеф сказал, что штырь, стержень, так не болтался, как сейчас. Ну не знаю, может быть он там внутри как-то тоже развалился, хотя не понимаю, что там могло развалиться. Все. Вот, вот. Вот и вся работа. Ну вот, в общем-то и все, что я хотел сказать. Не знаю, этот кирпич мягкий, может быть его как-то попытаюсь еще подолбать. Все-таки же приехал сюда. Воскресенье сегодня, я же все-таки приперся сюда, надо же хоть что-то. Короче, дело тряня. Все, спасибо за внимание. Не перегревайте молот, не перегревайте, не перегружайте этот инструмент, особенно в жару. Да, кричат заказчики, да, умничают, давай, давай, мы заплатили, давай. Ну, во-первых, давай в Москве хреном подавился. Во-вторых, не заказчик-специалист, а тот, кто за рычагами. Все, спасибо. Спасибо.